Создатель Винни-Пуха Аллен Александр Милн Английский писатель, журналист и драматург Среди его произведений сказки, рассказы, романы, стихи и пьесы Но самую большую популярность ему принесла детская книга о приключениях сказочных зверей Винни-Пух Сказка об игрушечном мишке полностью затмила другие произведения Милна Аллен Милн родился в Лондоне в 1882 году Детям в семье всячески помогали заниматься творчеством и поощряли эти занятия Сам Аллен с юных лет сочинял стихи Когда стал студентом, начал писать статьи совместно со своим братом Писателю очень повезло с хорошим образованием У его отца была частная школа, в которую Милн младше и ходил Об уровне обучения в школе можно судить по тому факту Что одним из ее учителей был Герберт Уэллс Знаменитый на весь мир писатель и журналист Затем Милн поступил в престижный Кембридж Он начал писать заметки для университетской газеты Его заметили и высоко оценили талант Молодого журналиста пригласили в известнейший британский юмористический журнал «Панч» Для начинающего литератора это был большой успех В 1913 году Алан женился на Дороде де Селенкур, а на следующий год началась Первая мировая война Милн пошел на войну добровольцем В основном во время войны он работал в отделе пропаганды Еще во время войны Алан Милн писал пьесы, которые имели большой успех Его стали называть одним из наиболее известных и успешных драматургов Англии В 1920 году у Читы Милнов родился сын Кристофер Робин Ребенку дарили разные игрушки, а перед сном папа обычно рассказывал сыну истории, которые приключились с его игрушками А еще члены семьи разыгрывали спектакли, участниками которых были игрушки Кристофера Так и рождалась сказка про плюшевого медвежонка его приятелей Персонажи сказки появляются на ее странице как раз в порядке, в каком они появлялись в жизни самого ребенка Лес, в котором жили Винни-Пух и его друзья, очень похож на тот лес, в котором любила гулять семья Милнов А прототипом самого Винни-Пуха стала реальная медведица Полное ее имя Винни-Пек Она была выкуплена еще маленьким медвежонком у канадского охотника и попала в лондонский зоопарк В 1924 году Милны посетили зоопарк Увидели медведицу и маленький Кристофер переименовал ее в Винни Точно так же он назвал своего любимого плюшевого мишку В конце 1924 года начало истории про медвежонка напечатала одна лондонская газета Именно эту дату и можно считать рождением Винни-Пуха Оригинальная сказка так понравилась читателям, что они стали просить продолжения И Алан Милл начал записывать свои истории про сказочных героев В 1926 году уже вышла целая книжка о них Сказочная поезд о медвежонке Пухе принесла Алану Миллу невиданную славу Эту историю много раз переводили на разные языки, переиздавали и экранизировали Есть полнометражный мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея В нем художники-мультипликаторы постарались воспроизвести первые иллюстрации книги Союз мультфильм тоже выпустил свой вариант по этой сказке Мультфильм полюбился всем зрителям и стал в Советском Союзе классикой детского жанра Но самим Миллнам, отцу и сыну, эта сказочная история доставила немало реальных неприятностей Дело в том, что сказка буквально закрыла Алану Миллу дальнейший путь в литературу Его рассказы и пьесы, написанные ранее, уже стали забываться А новые книги и критики не воспринимали Все произведения отныне начали проходить проверку Винни-Пухом Писатель прекрасно это понимал и с горющим говорил Что если литератор один раз напишет произведение на определенную тему То от него в дальнейшем будут требовать только эту же тему В свое время с подобным же отношением столкнулся и Конан Доль Читающая публика настойчиво требовала только продолжения истории о Шерлоке Холмсе А другие произведения писателя практически игнорировали Писатель даже возненавидел своего такого популярного героя Читателей понять можно Если произведение хорошее, то хочется все новое и новое продолжение Но и точку зрения писателя тоже можно понять Никому не улыбаются на всю жизнь остаться писателем одного произведения Хочется достичь творческой реализации в других жанрах Пьесы, рассказы и стихи талантливого писателя оказались почти полностью забыты Востребованным и популярным было и остается только Винни-Пух И это при том, что сам Мил не считал себя детским писателем В 1938 году провалилась его театральная пьеса И Мил перестал писать для театра Его эмуристические рассказы тоже потеряли былую популярность Книги для взрослых больше не переиздавались Росли только тиражи Винни-Пуха В 1952 году писатель перенес инсульт, так и не сумев отправиться после него Смерть застала Алана Мил на 31 декабря 1956 года 74 года Причиной стала тяжелая болезнь головного мозга От Винни-Пуха пострадал сын писателя Книги он выведен под собственным именем И сверстникам не составило труда догадаться, что он и есть тот самый Кристофер Робин Мальчика много лет дразнили и травили, а поддержки от родителей он не получил Мать никогда не интересовалась сыном Отец, когда Кристофер подрос тоже Даже в взрослой жизни Кристофер так и не смог избавиться от негативного влияния Винни-Пуха Мемориальная доска в Эшдаунском лесу, открытая Кристофером Робином в 1979 году Посвящена работе Милна и Шепарда по созданию мира пуха Надпись гласит, что они овладели магией Эшдаунского леса и подарили его миру Милн однажды написал об Эшдаунском лесу В этом заколдованном месте на вершине леса всегда будут играть маленький мальчик и его медведь В 2003 году Винни-Пух занял седьмое место в опросе BBC, который определил самый любимый роман о Великобритании В 2006 году Винни-Пух получил звезду на Голливудской аллее славы Субтитры создавал DimaTorzok